телеграме мы тоже в эфире доброе утро дорогие друзья в ютюбе в эфире в телеграме в эфире и выходим сейчас мы в эфир также и в в фейсбуке фейсбуке когда мы начинали все наши эфиры начинали только с фейсбука а сейчас главное вообще идет трансляция телеграме сейчас мы больше перешли в телеграм конечно телеграм это сила телеграм это очень удобный инструмент потому что у нас телеграм есть телеграм-боты много телеграм-ботов которые нам помогают очень сильно нам помогают телеграм-боты вести наше обучение той да то есть в телеграм-боты есть телеграм-бот который называется бот счастья, очень классный сейчас 10 шагов к счастью жизнь по Торе, есть главный центральный мы бот сейчас запустили который называется Тора Трон и там в этом Тора Троне значит там можно подключиться к любому циклу уроков он очень помогает разобраться вообще во всех наших у нас есть за 5 лет 1800 уроков было уже больше 1800 только моих уроков, а всего наверное значит формат учебы Тора личный формат учебы Торы и все-таки придется мне что-то здесь поменять, да, что-то произошло с интернетом последние дни, это просто стало невозможно проводить так уроки потому что он все время прерывается значит будем меняться будем меняться, все с воскресенья поменять формат уроков то есть что-то надо делать, потому что всегда работала а сейчас перестала работать и мне это очень-очень не нравится да, значит сразу вопрос, пока я буду переходить сейчас в другое место пока я буду переходить в другое место да, или не переходить ладно, если еще раз обьется, тогда перейду в другое место а пока отвечу на вопрос Ярослава Лебедева который он задает в фейсбуке какая разница между вторым способом увеличивать радость из этой книги, которую мы изучаем второй способ шутки-прибаутки и это получается у нас 13 способ это радовать других значит, шутки-прибаутки вот сижу я, например, сейчас и вспоминаю шутку недавно мне сказали рассказали шутку я ее не буду рассказывать она неприличная но вы можете погуглить поспрашивать я как-то одного знакомого в разговоре такой серьезный бизнесмен спрашиваю ну и как перспективы? а он говорит перспективы как у Шарика и рассказал мне анекдот про Шарика как он в колхозе закончилась еда и звери хотели уходить из колхоза и значит а Шарик говорит нет, я против значит, все должны остаться его спросили, почему он говорит у меня открылись новые перспективы я не буду рассказывать конец этого анекдота который он мне рассказал но он очень смешной то есть я как бы для меня лично был смешной такая шутка как перспективы перспективы как у Шарика вот так он мне сказал и это шутки-прибаутки теперь а когда я вспоминаю этот анекдот мне становится смешно а другой вариант я например ну там допустим проснулся утром вот вчера я плохо себя чувствовал да например не выспался там и все такое но я когда провожу урок то я автоматически когда я хочу чтобы все участники урока увеличили радость то я автоматически вхожу в это состояние помогая другим а у Рыбакова есть анекдот? ну может быть видно это такой бизнесменский анекдот я не знал его раньше да перспективы говорит как у Шарика я не знаю как он его рассказал потому что я пытался я часто рассказываю неприличные анекдоты но в приличной формулировке здесь я не нашел приличную формулировку то есть никак его нельзя рассказать в приличной формулировке да про перспективы как у Шарика не знаю как Рыбаков рассказывает Дмитрий пришли пожалуйста интересно мне как он его смог переформулировать или может он его рассказал так Итак, сегодня мы изучаем 14-й инструмент увеличивать радость. Этот инструмент я использую уже очень много лет. Очень много лет, значит, я использую этот инструмент 14-й увеличивать радость. Он называется, знаете как? Итак, значит, 14-й инструмент называется, называется он так, лязуз, семхагуфанит, двигаться, радость тела. Двигаться, радость тела. Что значит получается? Он говорит, он приводит примеры своей жизни. Я говорит, помню время, когда я бегал от 5 до 10 километров в день, 4 раза в неделю. И у меня просто, говорит, это был лучший период в моей жизни. Я и так, я продолжаю бегать от 5 до 10 километров за пробежку. Вот сегодня у меня пробежка где-то около 10 километров. В час я сегодня буду бегать. И действительно, бег, он невероятно влияет на ощущение радости. Но не только бег. Ходьба, например, быстрая ходьба. Любая физическая работа, она дает радость. Почему? Чисто на физиологическом уровне тело включается. Раби Нахман 300 лет назад говорил, алидейт, ноутагуф, через движение тела приходит, и тлаавут, алиф, приходит в воодушевление, как бы зажигается сердце. Значит, с точки зрения психологии, как это работает? Значит, человек выходит, начинает дышать, у него повышается кислород, он идет, у него включается метаболизм, особенно если он попил водички хорошо. Он идет, идет, идет. И у него включается в организме, включается через 30 минут, особенно если кто знает эту фишечку, то он, конечно, значит, он ей пользуется. Через 30 минут медленного бега, например, на пульсе до 150 ударов в минуту, в этот момент у человека включается система, как, знаете, вот здесь в машинах гибрид. Есть там электрический двигатель, да, и есть двигатель бензиновый. И когда, когда включается, машина трогается, например, гибридно, она трогается вначале на электрическом двигателе, потом она доходит до какого-то там скорости, оп, включается у него бензиновый двигатель. Во время, как работает бензиновый, заряжается электрический, то есть очень умно все сделано. У человека сделано внутри еще умнее. Значит, у человека есть внутри, так как раньше мы жили не в такой вот благословенной эпохе, когда еды достаточно, и еда есть прямо, она в холодильниках хранится, и она в магазинах продается. Раньше так не было. Раньше человек мог покушать только то, что добыл или сделал своими руками. И поэтому это было сложно. Не урожай, год нечего кушать. Значит, волки напали, значит, курей съели, нету, нечего кушать. Корову там, например, монголы забрали, нечего кушать. То есть люди были очень все время в поисках еды на протяжении тысячелетий. И кушали они, вот они нашли еду, они наелись, прямо убили там какого-нибудь мамонта или слона. Они наелись полностью, его прям жирают, пока не испортился, холодильника-то нету. И они едят, едят, едят все. И у них откладывается излишек этого мамонта, откладывается в жир. Потом, когда еды нету, этот жир потихонечку, он их снабжает энергией на то время, когда еды нет. Значит, так устроен человек. В наше время, вот мы едим, 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 переедаем, и откладывается жирок, откладывается. А человек, который не двигается, то он шлет все время сигнал своему организму, что он умер. Прямо конкретно. Вот прям конкретно идет сигнал. Человек, который лег на кровать и говорит, все, я не буду двигаться. И не двигается. Значит, проходит месяц, он не двигается. Два не двигается, третий месяц он встать не может с кровати. У него все системы уже поняли, что ему двигаться не надо, и у него все атрофируется. Теперь человек, который не двигается, он постоянно шлет сигнал в свой мозг, что ему не нужно тело, ему не нужны ноги, ему не нужны руки, ему не нужна энергия, ему не нужно сердце, которое должно качать кровь. Он их не задействует. И оно все постепенно атрофируется. Теперь, когда человек начинает двигаться, он включает эти все системы. Вот прошлый год я приседал, начал 1 января один раз в день, 2 января два раза в день, и дошел так, 31 января 365 раз. У меня мама, которая 85 лет, больна деменцией, которая вообще не вставала последние несколько лет, вообще она не выходила из комнаты, вот не хочет она никуда ходить, все. Теперь, значит, я же приседаю и пропагандирую всем, что надо приседать. Это челлендж у меня был, челлендж 365 приседания. И вот я пропагандирую, к маме тоже прихожу ее проведывать. Мама, давай приседать. Нет, отстань от меня, я не буду приседать. Я говорю, мама, давай один раз встанем, вот просто не надо приседать, один раз встанем с кресла. Давай один раз, давай. Один раз встали. И я каждый раз захожу, один раз встали, один раз встали, один раз встали. Давай два раза встанем, давай два раза, три, четыре, пять. В общем, через какое-то время мы дошли до три подхода в день, по 15 раз она встает с этого кресла, и потом она еще стоит вот так вот, держит руки наверху, чтобы выпрямиться. Она до этого два года никуда ходить не ходила, да не два, они еще в Германии жили. Где-то последних года четыре она сидела в своей комнате и смотрела телевизор. Сейчас она выходит, по часу она гуляет, по часу она ходит, слава богу, дай бог здоровья, значит, моей маме. Но вот такие вот движения, они полностью ее выпрямили, у нее появилась обратная сила. То есть, если ты даешь организму приказ, что тебе он нужен, значит, он отвечает на этот приказ. Если ты даешь организму приказ через бездействие, что он тебе не нужен, он выполняет и такой приказ тоже. Организм это как машина. Теперь для ЗУС Симха Гуфанит. Он говорит, двигаться это радость тела. Когда ты двигаешься, вначале это тебе не радость, потому что, когда ты не двигался много лет, и тут ты начинаешь двигаться, то тебе первые разы может быть не радость. Но поэтому нужно начать с маленьких-маленьких движений. Вот так просто там руками подвигал, класс, отлично, покрутил, класс, отлично. То есть, начните с маленьких движений. Потом вы, когда дойдете до 30 минут прогулка или бег, через 30 минут у человека включается механизм, с которого я начал, сжигание жира. И когда включается вот этот механизм сжигания жира, то там включается уже как бы уголь. Вот знаете, уголь тяжело зажечь, но уже зажегся, он уже горит там и горит. То же самое, когда жир уже начал сжигаться, все, такая энергия идет невероятная. Теперь еще есть момент. Когда человек делает упражнения, у него выделяются то, что называется эндорфины. Эндорфины – это гормон, который, в принципе, он убирает боль, он создает эйфорию. Когда это выделяется? При движении. Поэтому то, что сказал Робин Ахман 300 лет назад, что лидейт нолд через движение тела приходит и тлаавуд, и тлаавуд воодушевления в сердце, то это абсолютно точно. Танцы, движения, аэробика, все. Главное, начните по чуть-чуть, чтобы не переусердствовать. Значит, он пишет, пашут, ля зуз, просто двигаться. Ваагув, митмале, басимхат и вит. И тело наполняется радостью природной. Природной радостью наполняется тело. Все, теперь главное здесь правильно сделать мягкий вход в эти движения. Кто хочет, погуглите, например, приседания неумывательно. Я год приседал, и сейчас продолжаю. Каждый день я приседаю в среднем где-то от 30 до 100 раз. Каждый день я приседаю. И сейчас я делаю это чуть-чуть, там есть очень классные вариации приседаний. Можно медленно приседать, можно осознанно приседать, можно с дыханием приседать. Там есть куда дальше расти в приседании. Везде можно куда расти, главное делать. Как только вы делаете, значит, начинаешь расти. Все, вторая книга, улыбайся, улыбайся. Значит, сегодня я нашел такой вот урок, называется этот урок «Фанатити». Значит, он дает нам такой совет. Кто самые знаменитые люди в мире, спрашивает автор этой книги. Кто? Например, владелец там, давайте сейчас посмотрим, кто самый знаменитый. Илон Маск, один из самых знаменитых. Кто еще в голову приходит сейчас? Дональд Трамп, один из самых знаменитых. Что объединяет всех этих людей? Что между ними общего? Он говорит, есть одна общая черта между всеми теми людьми, которые знаменитые. Какая? А они фанатити. Они совершенно одержимы тем, что они делают. Они работают по 12, 16, иногда и 20 часов в сутки, чтобы достичь успеха. И что же принесло им успех? Увлечение, страстность, энтузиазм и настойчивость. Это ключи к успеху. Теперь я скажу вам одну такую вещь, которую узнал совсем недавно. Я сейчас глубоко изучаю позитивную психологию. И в позитивной психологии они выделили 24 качества характера, которые считаются во всем мире, во всей истории позитивные качества характера. Теперь, если человек занимается тем, что является его сильным, и 5 самых сильных его позитивных качества характера, и он эти качества использует в той деятельности, которой он занимается, и которая является его талантом. То есть, он как для этого родился. Тут тоже он дальше здесь пишет, что каждый человек, он что-то в этом мире дает другим людям. И когда ты даешь другим людям много того, в чем твой талант, то ты получаешь от других людей то, что нужно тебе. Так Всевышний этот мир организовал. Теперь получается, что эти люди фанатики, но они фанатики именно в том, что их. То есть, они нашли свое дело, им это дело нравится. У меня, кстати, вы знаете, первое у меня качество, которое по моим сильным качествам, это креативность, креативное мышление. Второе качество, и вот все 24 качества разделены на 6 групп, 6 достоинств, которые на всей протяжении, на всей как бы истории человечества, они считались достоинствами, да, есть 6 групп разных. И дальше они разделены на 24 качества характера. И у меня получается, первое это креативное мышление, второе это любовь к учебе, любовь к образованию, третье это, значит, перспективы у них на английском называется, на русском это называется, как бы видеть все в перспективе с разных углов. То есть, мои все три первых качества, самых сильных, связаны с образованием. Я, когда занимаюсь образованием, я вот понял, что действительно, я больше всего получаю удовольствие, когда учусь, систематизирую и преподаю. И когда я этим занимаюсь, я не устаю. Поэтому для меня, например, провести за последние 5 лет 1800 уроков, это несложно, это мое призвание. Теперь, но я этим занимаюсь, я учусь там по, целый день я учусь, да, и брат у меня старший такой же ученый. Но, значит, я расскажу потом чуть позже, да, Давид, это очень интересно, прям реально это научное исследование, все это доказано прям научными методами. Так вот, значит, если человек занимается 12-16-20 часов в сутки тем, что его волнует, интересует, то, понятное дело, его называют остальные фанатиком. Но следствием этого фанатизма является успех в том деле, которым он занимается. Он дальше спрашивает, а что же представляем из себя мы? Ведь мы тоже хотим преуспеть. Но, с другой стороны, если взять нормального человека, он не хочет там тратить свою жизнь на улучшение обслуживания в супермаркетах, на упражнения, он же не хочет быть спортсменом. Или же на каждодневное приготовление химических смесей, как ученые какие-то, да? Не всем дано проводить всю жизнь на ринге или на футбольном поле, или запираться днями и ночами в лаборатории. Но, он говорит, но, есть более важная тема, которая касается всех. И если эту тему сделать своей страстью, да, эта тема, она самая важная для человека, то, говорит, каждый может не добиться успеха. И что это такое? Он пишет так. Зато, говорит, каждый захочет посвятить свою жизнь работе над собой, чтобы достичь истинного величия. Все мы можем исправить свой характер, стать лучше, добрее и благороднее. Мы можем воплотить в жизнь свою мечту о том, как помочь другим людям, своим друзьям и близким. Быть счастливее, жить более полнокровной и радостной жизнью. Да, это очень интересно. Значит, он нам советует поставить главной целью развитие. То есть, когда человек развивается, и когда человек развивается, то что? Он реализовывает свой потенциал, и он найдет и свои сильные качества, и свои достоинства. Кстати, интересно, что проводили исследования. Значит, взяли людей, ну, определили эти 24 главных позитивных качества. Определили. Кстати, вот эти вот все 24 качества доступны всем, кто регистрируется в онлайн школу «Жизнь по Торе». Есть у нас антета. Вы заполняете антету. Дальше вас подключают ко всем нашим ботам. Там есть бот, который называется «10 шагов к счастью». Это моя система. Теперь, когда вы доходите до шага, который называется «Смыслы и ценности». Это шаг, который под номером 7. Да, «Смыслы и ценности в жизни». То там я как раз размещаю ссылочку на вот этот вот тест, который позволяет определить 24... Вернее, качества определены. Какие у вас лично качества на первых пяти местах. Важно знать первых пять качеств и строить свою жизнь, исходя из этих вот пяти качеств, своих самых сильных. Но это же наука, позитивная психология. Они проводили исследования. Вот люди есть, которые узнали эти свои пять самых сильных качеств и узнали пять качеств хороших, все 24 хорошие, но которые у них слабее всего развиты. И одни занимались тем, что усиливали сильные свои качества, занимались тем, что соответствует их сильным качествам. То есть, они везде применяли эти сильные качества свои, строили свою жизнь, исходя из этих сильных качеств. Другие, все 24 сильных качества, но они взяли те качества, которые у них наименьше, наименее развитые. У меня, кстати, наименее развитое качество humility называется на английском, скромность. Теперь, значит, если люди занимаются развитием качеств, которые у них хуже развиты, то у них жизнь улучшается. Если они занимаются тем, что используют больше свои сильные качества, у них жизнь тоже улучшается, растет уровень счастья. Но что? Когда этих же людей через полгода провели тест, оказалось, что те, кто занимались развитием и использованием своих сильных качеств, они продолжали это делать. А те, кто развивали те качества, которые у них изначально были хуже развиты, они бросили это делать. Потому что человеку нравится не просто развиваться, ему нравится развиваться в том, в чем он сильный и в том, где у него получается. Поэтому те, которые развивали те сильные качества, которые в них были заложены от природы или воспитания, но они уже были в них, те продолжали это делать, даже когда эксперимент закончился, они кайфовали, у них получалось, это их талант. Поэтому очень-очень важно найти действительно свои сильные качества, свой талант и этим как бы пользоваться. Теперь, как получить этот тест? Очень просто. Значит, под каждым нашим уроком во всех соцсетях платформа Вайкра – это образовательная платформа. И есть у нас такая ссылочка, значит, зарегистрироваться в онлайн-школу «Жизнь Паттория». И когда вы регистрируетесь в онлайн-школу «Жизнь Паттория», то тогда есть там ссылка будет, есть чат-бот, который называется «10 шагов к счастью». И вот вы получаете каждый день урок, значит, урок «Один из 10 шагов к счастью». Там есть урок, который седьмой. «Смыслы» называется, «Смыслы и ценности». И там есть ссылка на сайт, на котором есть эти тесты. Хорошо? Вот, смотрите, я уже вот объяснил, задаёт Яков вопрос, значит, надо ли развивать то, что у тебя слабее, или развивать то, что сильнее? Этот тест доказал, да, то есть по науке, что если человек развивается в том, что у него развито сильнее, то у него получается, это его талант. И он это хочет делать. Его радуют результаты, которые дают ему силу развивать. Если он развивается в том, что у него развито слабее, то у него получается хуже, и в итоге он бросает, потому что его результаты не мотивируют. То же самое в работе, в бизнесе. Например, у одного человека хорошо получается что-то. Если он в этом, что у него хорошо получается, он развивается, у него к этому талант, ну, как бы предрасположенность, то тогда его результаты радуют, и людям нравится, и он получает желание двигаться ещё дальше и больше, и, конечно, в итоге он выигрывает. Хорошо, значит, всё, всем шаббат шалом, чтобы был у всех хороший, прекрасный шаббат, чтобы был шалом внутри, шалом снаружи, шалом внутри, шалом снаружи, и будет шалом во всём мире. Во всём мире, да, вот этот бот, мне Нелли пишет, Миляева в Ютьюбе, что бот ей очень нравится, он напоминает каждый вечер про три благодарности. Там вы прямо в этом боте пишите свои благодарности. Потом, через 10 дней, этот бот вам даёт все ваши благодарности, прочитывайте, вы ещё раз радуетесь тому, что у вас происходит. То есть это очень, мы создаём сейчас в этой онлайн-школе «Жизнь по Торе» очень-очень много действительно мощнейших образовательных ресурсов, базирующихся на мировоззрении Торы, на иудаизме. Спасибо огромное партнёрам. Почему это всё бесплатно? Потому что у нас есть партнёры ВАИКРА, друзья ВАИКРА и спонсоры ВАИКРА. То есть можно помогать, можно пользоваться бесплатно, можно помогая платформе ВАИКРА стать партнёром во всех добрых делах, получать от Всевышнего благословения. Потому что за прошлый месяц, например, было 47 тысяч часов просмотренных, прослушанных уроков Торы, 47 тысяч часов. И тот, кто помогает и участвует как партнёр в платформе ВАИКРА, то у него есть часть долевого участия во всём этом свете, во всём этом деятельности, которая делает мир лучше. Поэтому, конечно, очень выгодно быть партнёром. Значит, каждый доллар, который инвестируется в развитие платформы ВАИКРА, приносит 4 часа уроков Торы, которые люди могут бесплатно смотреть. Вот сейчас, например, у нас 70 человек смотрят в Телеграме, 70 человек смотрят в Фейсбуке и 46 человек смотрят в Ютьюбе. То есть вместе это 200 человек смотрят урок в прямом эфире. За день такой урок смотрит где-то 1000-2000 человек. То есть количество часов просмотров уроков Торы невероятное. Это только один урок. А у нас есть в день 15 уроков, разные лекторы, плюс огромное количество уроков записи, которые всё время накапливаются. И вот сейчас мы сделали так, что в онлайн-школе «Жизнь по Торе», что именно очень удобно получать то, что именно вам нужно в данный момент в вашей жизни. Всё, всем удачи, успехов, шаббат, шалом, чтобы было благословение во всех хороших делах. И огромное благословение на тех, кто помогает распространять Божественный Свет, чтобы Всевышний вам дал огромные ресурсы, силу, радость, здоровье, благополучие. Всё, удачи, шаббат, шалом. Будь.